Оптимистическая выставка «Марина Мамончик» покорила сердца Михайловцев. Букеты, дипломы и подарки неустанно принимала 1 августа 2019 года в Михайловском историческом музее на открытии своей персональной выставки «Обретаем мастерство» Марина Викторовна Мамончик. Вообще всё человечество делится на три категории – созидатели, разрушители и имитаторы. Ну, понятно, что художники относятся к созидателям. Но мало того, что они просто что-то созидают, они, помимо того, что что-то материальное созидают, они ещё наш, к сожалению, местами чёрно-белый мир раскрашивают в буквальном смысле слова, вносят в него краски. Есть такая организация, Всемирная Организация Здравоохранения, ВОЗ. Шесть десятков лет, 60 лет она потратила на изучение причины долголетия японцев. И выяснила, что помимо пищи, занятий физкультурой, воздухом и так далее, японцы 40% времени уделяют, мы будем удивляться сами просто, уделяют такому понятию, как созерцание. Они могут часами сидеть и наблюдать на что-то красивое, созерцать. И поскольку Марина Викторовна привезла сегодня к нам такие замечательные работы, которые мы можем созерцать, она к нам сегодня привезла не только работы, не только свое искусство, она привезла нам сюда, немножко для нас здоровья нам свое поправить, немножко здоровья. Спасибо большое. Марина Мамончик, член клуба художников-любителей, фотохудожников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Гармония». У нее не всегда появлялась возможность посетить собственные выставки, но сегодняшнюю не пропустила. И здорово, Марине Викторовне высказывали все, что о ней думают, особенно по поводу ее чудесных картин. Высокую оценку творчеству художницы дали начальник отдела культуры администрации муниципального образования Михаиловский муниципальный район Елена Ворожеева, директором музея Николай Тарасов, руководитель клуба художников-любителей фотохудожников и мастеров декоративно-прикладного искусства Ирина Копытина, а также члены клуба художников Светланы Феофанова и Юрий Сухинин. Каждая картина, когда мы вешали работы, она, понимаешь, приносила огромное удовлетворение, потому что, зная, что у нас оптимист-художник, и твои работы, они оптимистичные, а я хочу немножечко раскрыть тайну, как она к нам в клуб пришла. Каждый из нас – хлеб насущный. Так же я захожу в магазин за хлебушком. Обычно мы смотрим на хлеб, но продавца нет. Отсчитываем. И тут вдруг я захожу, и между прилавков, между стеллажей с хлебом висит картина. По-моему, вот это, да. Вот это вертикальное, которое, вот море. Море. Я захожу, и я забыла, что я пришла за хлебом. Смотрю. Ну, продавца смотрю. А вот народ, дождалась, пока разойдутся, спрашиваю, продаётся или просто висит для антуража? Продаётся. Говорю, а кто автор? Я. Ой, у меня, вот забыл, зачем пришла. Говорю, а к нам в клуб. А тут, да ладно, да я вот. Она и сегодня мандражирует себя, дрожит. И тогда было, да какой из меня художник? Да я говорю, а вы приходите. И вот первая её работа, это был десятый или одиннадцатый год, где-то вот здесь. Вот. То есть сначала потихонечку в Ливане нашло своё отражение, а вот сегодня уже персональная выставка. Поздравляю тебя, думаю, это начало. Вот. И думаю, много будет у тебя заказчиков, в том числе и в моём лице. Потому что реально это просто вот жить хочется, когда смотришь на твои работы. Они, ещё раз повторюсь, оптимистичны. Участникам презентации выставки картин Марина Мамончик в Михайлове представилась прекрасная возможность задать интересующие вопросы автору ярких и живописных полотен. Нужно время для этого. Если человек работает и не очень-то удобно, да, я некоторые вещи я беру на заказ, я пишу сейчас портреты на заказ в основном, какие-то пейзажи там продаются. Но скажем так, что на этом можно заработать, огромные деньги не заработаешь. Это просто для души. Если ваше внутреннее состояние требует что-то высказать и некому, возьмите холст или возьмите, прогрунтуйте просто бумагу акварельную, вот эта продаётся. И что-нибудь там намазюкайте. Вам станет легче, намного, намного легче. Даже есть когда моменты, что переживаешь, какие-то волнения в семье всякое бывает. Просто сядь и намазюкай, и не нужен никакой-то ни терапевт, ни психолог, никто не нужен. Просто сидишь, мазюкаешь, и мозг вспогаивается. Оказывается, кисть в руки она взяла совершенно случайно. Это произошло 10 лет назад и вызвано необходимостью. Потребовалась помощь ребёнку, у которого возникли трудности с рисованием. Так, мазок за мозгом, подбором своего материала для письма родилась прекрасная художница. Марина до сих пор в творческом поиске. Она не останавливается на достигнутом и постигает тайны мастерства, читает книги по живописи, изучает и анализирует мастер-классы известных авторов в интернете. Мне всё равно. Я просто сажусь и пишу. Я не знаю, что больше удаётся, пейзажи или портреты. Мне интересно, я пишу. А иконы не пишете? Что? Иконы. Иконы я не пишу. Для икон нужно иметь духовное какое-то образование. Нужно иметь как, богословение? Ой, всё, зашивай. У меня язык запутывается. Нет, иконы нужно писать, я считаю, где-то в монастыре, где-то люди, которые намолены. Я не считаю. Обязательно ездит к нам из Москвы. Татьяна Котова, она пишет иконы. Просто, ну, может, получил благословение. Так она не заканчивала ничего? Да нет, можно без какого-нибудь благословения обязательно. Без этого, нет, я имела в виду, что духовное состояние человека. А, да, вот именно меня нет. Если нет этого, я не могу за это браться. Я, так вот, скажем, есть там у этого же Игоря Сахарова есть урок, видеоурок, где он там пишет Иисуса Христа. Я не могу за это браться. Мне это, не знаю, может, не хватает чего-то внутри. Вот. В основном на этой выставке портреты, это мои родственники. Главное, говорит Марина, не отчаиваться. Если вдруг не получается, а идти дальше, трудиться, начатое не бросать и не поддаваться минутной слабости. Тогда все обязательно получится. Это снежный барс, это вышивка бисера. Это, значит, есть программа в интернете, вы можете забить любую картинку, сколько вам надо цветов, и вышивается вот эта штука. И сколько по времени? Эта штука вышивалась месяца два-два с половиной. Вот. Она очень тяжелая. Тяжелая. Она тяжелая, да. Было сложно ее шить, потому что цвета практически, ну, разве что черные, он только черный и белый, а остальные здесь 11 цветов в этом барсе. Была еще одна работа, но я ее подарила. С бисером я закончила. Один раз сделала, и все, на этом все закончилось. Значит, это вышивка крестом, да, это тоже вот в интернете есть программы, вбиваете какую хотите фирму ниток, есть гамма, есть немецкие, которые вот в ассортименте продаются у нас в магазинах, в основном гамма, вот, и вбиваете сколько вы хотите цветов. И вам выдает, можно схемы снять, но и по этой же технологии, как вот и вышивка бисером, я вышивала эту картину. Эту картину я вышивала всю зиму. Вот. Это я со своим сыном. Вот, с Ванькой. Ну, как-то так. Были еще какие-то подушки маленькие до этого. И я, после чего я закончила эту работу, я сказала, что с этим я тоже покончила. Все, на этом все закончилось. Владислав Окарков, Наталья Бостракова и Евгений Бостраков. Специально для Михайлов ТВ.